всем здравствуйте всем хорошего вечера рада всех приветствовать в прямом эфире меня зовут челюбеева анастасия у нас сегодня с вами интересная тема краски шторм мы решили снова провести для вас прямой эфир по красочкам потому что на самом деле краски очень крутые и я предыдущем эфире обещала вам гораздо больше дизайнов так что я свое слово сдерживаю и сегодня у нас будет эфир как раз посвящен снова краскам не будем долго делать вступление всем здравствуйте сегодня есть небольшой у нас нюанс в работе так сейчас я секунду настраиваю настраиваю все убираю фильтр и мы с вами подключаемся и так мы сегодня решили провести для вас эфир именно по осенним декорациям по осенним дизайном с красками шторм я приготовила для вас вот такие варианты здесь я использовала вот эти декорации кто помнит это у нас выходили шермиконы под джем тигели сейчас они как раз очень актуальны потому что у нас все таки осенний начался сезон и сейчас я вам покажу в каталоге как они выглядят какой-то номер вот они смотрите называются они 137 веточки и ягоды сейчас осенний сезон можно использовать вот такие шермиконы можно использовать такие шермиконы очень много вариантов есть из более новых вариантов смотрите веточки то есть принципе можно брать любые все они будут смотреться интересно но нам захотелось показать вам именно вот эти потому что их очень интересно можно обыграть как раз таки джем тигелями сегодня мы поработаем с ним краски что на самом деле достаточно такая яркая коллекция несмотря на то что все-таки коллекция осенняя цвета достаточно яркие и интересные красиво очень не знаю как использовать губы глаза но их очень тоже интересно можно обыгрывать теми же джем тигелями придавать им объем один из мастер-классов кстати есть если я не ошибаюсь в ленте или в рилсах у екатерины николаевны посмотрите там вместе с нейлдрессами были они использованы в принципе на самом деле даже просто обыграть их джемте очень классно смотрятся здравствуйте нет эфир только что начался ну что долго мы не будем с вами затягивать и потихонечку начнем здесь мы можем видите брать более старые шермиконы слова более новые шермиконы то есть здесь уже без разницы мне было интересно поработать именно вот этими декорациями и сделать такой небольшой апгрейд их под краски потихонечку начинаем ну что краски я думаю все знают уже как наносятся уже не один эфир проводили вместе с ними со старыми шермиконами и слайдерами у нас были эфиры такие в начале в начале лета или в конце весны что-то такое были со старыми декорациями в принципе в принципе я обдумаю этот вопрос и возможно в ближайшее время либо на имя official либо здесь либо на моем аккаунте я проведу такой эфир я выберу декорации которые сейчас есть в наличие из тех стареньких потому что ну чтобы была возможность у тех у кого их нет приобрести и обязательно что-нибудь с ними придумаю обязательно тем более у нас сейчас очень много вышло крутых классных коллекций не только красок но и гель-лаков помимо эгоизма у нас еще коллекция казино вышла на самом деле оттенков очень много капсула вышла кстати да капсула прикольно очень смотрится у меня в аккаунте есть эфир с капсулой и текстоном кто пропустил можно будет там посмотреть мк мк до девочки эфир будет конечно сохранен я сразу выложу в ленту и он у вас останется в и gtv обязательно ну что мне понравилось на самом деле делать градиенты красками градиенты даже вертикальные они смотрятся очень классно очень эффектно такие прям красивые насыщенные переливы получаются как фокус пытаюсь поймать красивый насыщенные переливы получается и вертикальный градиент делать на самом деле гораздо проще чем горизонтальный поэтому можно можно поиграться и этими градиентами давайте с вами что-нибудь интересное придумаем что мы до этого использовали что не использовали мне понравился очень раз вот этот цвет вот просто я от него в восторге смотрите какой красивый зеленый буквально на днях сделаю с ним какой-нибудь эффектный дизайн обязательно потому что ну это восторг так что я ищу я ищу декорации я еще декорации я еще декорации можно вот такие брать декорации смотрите можно брать вот такие декорации и что-нибудь интересное с ними придумывать на самом деле это все не сложно было бы желание а возможность можно найти всегда хочу сделать так наверно это сильно так это сильно большой вариант для горизонтального возьму поменьше немножко для вертикального он классный если я хочу приклеить его горизонтально он крупноватый возьму немножечко поменьше и теперь нужно попасть в центр по центру вроде бы по центру ну если не по центру сделаем вид что он в центре очень люблю эти шермиконы да на самом деле шермиконы эта вещь очень классная они невероятно интересные так ну что давайте возьмем давайте возьмем вот хочется мне что-нибудь все таки потемней как сделать градиент вот если я хочу такой вариант обыграть я прокрашиваю возле кутикулы сразу отвечаю на вопросы потому что сейчас посыпятся вопросы как покрывать возле кутикулы девочки либо этой же кисточкой либо тоненькую переходите на тонкую кисть принципе ничего на самом деле сложного можно приловчиться если захотеть здесь доходим до середины и прям растушевку делаем чуть-чуть насыщают цветом разворачиваю то есть либо вы отсюда все прокрашиваете этой же кисточкой вот таким вот образом можете либо развернуть либо перейти на тонкую кисть сделать то же самое а потом вот так вот аккуратненько растушевали границу кисточку про можно вытереть можете делать это не на весь ноготь тоже будет красиво смотреться ты здесь вариантов масса такой вариант дизайна на самом деле он несложно делается просто если брать вариант как раз вот внутри с пробелом то у вас получается чуть чуть более кропотливая работа но так как вы это будете делать всего лишь на одном-двух ноготках то в принципе принципе она того стоит зато у вас получится безумно красивый дизайн вытираю кисть чтобы градиент разбить с одной стороны на кисть набираю чуть темного с другой чуть светлого и вот таким вот образом между ними начинаю туда-сюда разбивать градиент что мне какой-то ворсинка попала и никак не могу ее убрать туда-сюда начинаем разбивать градиент не забываем что это у нас только первый слой вторым слоем у нас все пойдет здесь кисть надо перевернуть потому что цвета у нас расположены в обратную сторону и если так не получается то вот таким вот образом то же самое мы можем сделать а возле потом уже аккуратненько либо почистить кисточкой если вдруг залезли либо до работы тонкой вот здесь мне хочется поправить беру и управляю перед тем как просушить отправляю в лампу и продолжаю сделаю пока другой дизайн а другой дизайн вот я пока делала этот и мне в голову пришла другая идея все рождается на самом деле по факту вот я здесь хочу взять все таки крупный шармикон крупный квадрат и сделать вариант посередине ищем центр так секунду я выйду чтобы прикрепить по центру это будете потом ругаться что неровно более-менее смотрите если я прокрашиваю боитесь что придется стирать можете перекрыть топом teclas я целенаправленно не буду сейчас покрывать топом teclas я сразу возьму кисть и кистью все это прокрашу скажем таки носить клиент дизайн не будет и даже если что-то где-то пойдет не так клиент меня простит есть можно взять вот такой вот мазочек нулевочку очень удобная кисть как раз для заполнения каких-то небольших участков единственное промойте кисть если она у вас новая или уже полежала чтобы кисть была чистая и мягкая податливая название кисти какой девочки если и мальчики наверное если той которая я до этого покрывала это овал шестерка если которая сейчас буду покрывать это кзм 0 это мазочек номер 0 идеальный мазок 0 их есть несколько мазков двойка тройка нулевка они очень удобно как раз и для нанесения каких-либо цветов и для тонировки в общем для всего чего угодно так что мы здесь какой мы здесь возьмем цвет но я конечно такая чтобы взять снова зеленый но я так понимаю что зеленого много у нас давайте возьмем вот этот цвет это у нас оттенок возрождения очень красивый фиолетовый и вот таким вот образом прокрываю внутри свой квадрат очень красиво будет смотреться если вы сделаете остальные ноготочки целиком а вот этот ноготочек мы с вами сделаем вот так вот на камуфляже очень будет эффектно такой знаете как нюанс изюминка выравниваю красочку если где-то зашли за края взяли чистую кисть и вот так вот аккуратно поправили все это поправляется ничего здесь страшного нет сделали и просушиваем и мальчики отлично и мальчики у нас тоже присутствует сегодня замечательно а почему бы не поставить по диагонали прямоугольник можно девочки вот видите уже пошла фантазия это же замечательно шармикон и клеем либо на топ теклас либо на поверхность без липкого слоя в принципе вы можете обезжирить цвет если у вас база вы можете обезжирить базу либо промазать чисто под шармикон топ теклас и приклеить сверху один вариант у нас уже просох здесь мы можем закончить начатое и нанести второй слой я беру ту же самую кисть овал шестерку ноготочки если маленькие да здесь придется постараться и взять кисть потоньше поменьше если ноготочки достаточно крупные у клиента на такие ногти можно принципе этой работать кистью вытерла кисть вытерла кисть и теперь набираю снова краску темную и работаю с этой стороны подхожу максимально близко к квадрату то есть второй слой позволяет нам исправить все что у нас не получилось с первого слоя все где есть недочеты мы можем исправить вторым слоем сделали опять вытерла кисть так как у меня краска была с обеих сторон на кисточке и теперь набираю краску так как она у меня лежит здесь на ногти на типсе и начинаю туда-сюда вот таким вот образом растушевывать краску сделала развернула и теперь на обратную сторону набираю светлый также и темный либо с этой стороны если есть возможность если вдруг не на весь ноготь у вас идет если нет возможности то разворачиваемся и работаем вот таким вот образом потом уже с краю возле шермикона просто подводим как нужно взяли ту же кисть мазочек и подвели что нам нужно вот сюда уже аккуратно распределили вижу мазнула много темного взяла светлый и сверху его заглушила девочки можно покрывать базу гель-лаковую если у вас хорошее укрепление краски ложатся на базу на гель-лаковую только в том случае если очень хорошая архитектура если архитектура у вас страдает или вы работаете в тонком нанесении тогда да к сожалению не получится сделали и сушим во втором варианте у нас в принципе можно второй слой не есть некоторые оттенки которые могут на гель-лаковой базе поменять цвет их очень немного их очень немного в основном это оттенки такого вот бордово-красного пигмента буревестник поменял цвет ну возможно я знаю что другие оттенки я наносила на базу гель-лака из этой именно коллекции они не поменяли цвет буревестник вот не знаю не столкнулась с этим еще но верю вам на слово есть бывает шанс того риск того что поменяет цвет но в основном все таки краски ведут себя на гель-лаковой базе хорошо сейчас я перекрыла топом teclas для того чтобы приклеить шармикон так как у нас с вами дизайн по центру и перепад высоты все таки есть лучше полностью перекрыть все топом teclas teclas без липкого слоя он даст возможность нам приклеить шармиконы и они будут стоять намертво на маленьком я вначале сказала на маленьком ноготке будет сложнее если ноготки большие то есть на мизинцы не не посоветует такой дизайн делать на большом крупном ногте ну вот эти пальчики да либо вот этот пальчик очень интересно будет смотреться вы можете опять вы можете облегчить себе жизнь что вы можете сделать вы можете сделать градиент сверху приклеить шармикон если вы не хотите вот так вот заморачиваться сверху приклеить шармикон и допустим каким-то цветом бежевым его выделить внутри можно можно тоже будет интересно смотреться поэтому здесь я привожу вам пример а вы смотрите как вам удобнее уже использовать это все на клиенте а тут уже смотрю знакомые пошли кто-то с кем тоже здоровается то же самое так как здесь у меня перепад шармикон и цвет лучше особенно если это у вас краска с краски я не рекомендую снимать дисперсию тем более это блестки вдвойне не рекомендую потому что блестки при снятии липкого слоя они могут немножко по-другому заиграть не всегда это смотрится выгоднее чем было поэтому если у вас какой-то блестящий цвет лучше перекрыть топом т-класс они обезжиривать и дальше я уже работаю с шармиконом здесь давайте начнем сейчас с того шармикона который мы с вами подобрали и дальше я посмотрю чем еще мне захочется украсить конечно банально чисто вот этот шармикон будет скучновато можно брать что-то что-то совершенно другое из другой коллекции дополнять словами какими-то другими листьями ой вот смотрите какая крысой красивая рябина принципе сюда можно и розовый вариант так как фиолетовый с розовым сочетается но мне почему-то вот запал в душе вот этот цвет такой перламутровый жемчужный красиво очень приклеила тщательно разгладила шармикон и если у вас досушен топ хорошо просушен и если у вас все правильно сделано шармикона на самом деле они стоят намертво уже красиво и вниз мы можем сделать украшение с вами словами мы можем сделать с вами украшение теми же квадратами продолжить тему золото черный неважно смотрите здесь есть вот такие варианты всяких всевозможных квадратов то есть можно отсюда поиграться здесь вы уже берете примеряете как я уже неоднократно говорила на эфирах очень классно то что на шармиконах есть вот такая вот прозрачная пленка то есть вы можете любой дизайн прежде чем приклеить примерить это очень играет большую роль выборим так что еще мне хочется так а здесь я могу взять и добавить еще золотой маленький квадратик какой-нибудь чтобы разбавить золото на самом деле очень хорошо разбавляет то есть черный разбавляет золото а золото разбавляет черный цвет и смотрится интересно то есть любой смотрите любой даже казалось бы самый невзрачный шармикон можно всегда интерпретировать и усовершенствовать любой абсолютно любой вы видите не нравится вам какой-то шармикон а клиент попросил его добавьте какую-нибудь изюминку слова квадратик и так далее у вас совершенно уже по-другому заиграет дизайн дальше мы покрываем все это либо глянцевым либо матовым топом я покрою сейчас это матовым матовый топ вельвет только работала этими шармиконами девочка ушла счастливо да потому что сами по себе шармиконы очень интересно смотрятся они прям переливаются очень красиво и с ними можно придумать достаточно много интересных дизайнов как мы их только уже не использовали эти шармиконы сушим и хотите более классический вариант оставляйте только шармикон хотите более современный вариант добавляете что-нибудь уже из современной версии логомания квадраты геометрия абстракция что угодно и у вас получился уже более современный вариант этого дизайна это номер сейчас покажу номер не помню я уже девочка вначале показывала так где где вот они это номер 137 веточки и ягоды очень классный шармикон красивый выходил у нас если не ошибаюсь прошлом году перед новым годом тоже осенний такой вариант нет не перено наверное осенью выходил осенний вариант был как раз вот были вот такие варианты это букашки тут у нас цветы и был вариант вот такой веточки ягоды выпускались они целенаправленно под джемти гель смотрите как красиво даже просто если вы не будете ничем перекрывать смотрите как интересно смотрится все это под матовым топом вы можете оставить оставить матовые веточки но добавить допустим объем только-только ягодка что для этого нужно или топ о том позже мой джемти гель или вы можете также если нет джемти геля взять топ т класс и в несколько слоев поработать им у меня есть джемти джемти это у нас гель для объемных дизайнов без остаточной липкости у меня есть джемти поэтому я поработаю им обязательно выкладывайте его себе на палитру ни в коем случае не держите баночку открытую потому что прозрачный джемти очень чувствителен к свету к ультрафиолетовому излучению и он может полимеризоваться у вас в баночке даже если в принципе вы быстренько быстренько сделали дизайн поэтому очень аккуратно с ним даже советую фольгу с него не снимать то есть вы приоткрыли наложили и фольгу закрыли обратно смотрите он не течет он не плывет единственное если прям сильно близко элементы можно подсушивать несколько секунд прежде чем наносить рядом стоящие чтобы они не слились это если прям близко два элемента если элементы друг от друга стоят достаточно далеко то в принципе он не растекается он достаточно густой вот так вот верх покрутили видите и сняла излишки капельку прям поставила покрутила сняла излишки капелька осталось можно сейчас несколько секунд прям зафиксировать и добавить вот еще одно потому что она достаточно близко было к соседям я ее оставила напоследок покрутили сняли наш дизайн готов даже если мы веточки оставим матовыми уже будет интересно потому что давайте попробую приблизить видно будет или нет сам шермикон сами вот эти ягодки они как жемчужные и под джем тегелем они очень классно переливаются на камере не знаю видно это или нет но они прямо такие прям знаете как вот бензин разлитый до разводы только это светлый вариант прям такие классные классные переливы перламутровые какие-то прям так сушим сушим как обычно две минуты то есть просушка финальная она всегда одинаково минимум две минуты сейчас давайте возьмем другие ягодки я хочу проработать их уже цветные джем ти вот здесь на этот вариант как раз мы будем использовать другой вариант ягодок мы с вами но опять так же как и в предыдущей версии я сначала начинаю примерять что мне хочется но я хочу другие немножко ягодки потому поэтому я смотрю что я могу сюда взять ну вот могу взять вот такой вариант могу его приклеить вот сюда вниз чтобы не сливалась с темным цветом сильнее выделялась и наверх в принципе мы можем добавить здесь вот прям листики подойдут здесь есть отдельные видите листочки их несколько вариантов вот эти листики лучше все-таки вместо ягод использовать вот эти листики они подойдут как дополнение то есть вы можете вот эти два варианта использовать если брать и ягоды и вот этот лист может получиться перебор очень много потому что это это достаточно крупная ну и здесь я хочу более современный вариант сделать и и все-таки добавить какую-нибудь надпись опять перекрыли матовым если переживаете что клиент очень активный будет сильно сильно активно дома что-то делать возьмите перекройте сами шермикон и только топом теглас а сверху уже матовым или слайдер топом перекройте если матовый у клиента плохо носится можно все перекрыть слайдер топом а сверху уже матовым матовый так будет носиться лучше только слайдер топ обязательно хорошо просушивайте потому что у него жирная дисперсия и в этом случае матовый сильно кистью не водите туда-сюда по ноготку просушиваем в лампе здравствуйте всем здравствуйте кого не видела еще и беру джемте цветной джемте и добавлю сюда цветной джемте смотрите джемте вариантов есть два у нас есть джемте вот такие вот с блестками с шиммером они прям блестят а есть джемте у нас вот такой вот вариант это джемте без блесток они классические цвета принципе без разницы какой вы возьмете думаю что этот этот и тот будет красиво смотреться синий есть и здесь и здесь вот кстати наглядно видно какой цвет видите вот нижние они все с блестками с добавлением шиммера а эти все они вот прям вот такие классические без блесток более плотные оттенки это более полупрозрачные это более плотные оттенки многие спрашивают как использовать вот этот вариант поэтому я давайте с этим и поработаю возьму синий синий и даже под плотным синим цветом будет хорошо виднется мой дизайн то же самое как и в прозрачном я рекомендую его выложить отдельно на палитру отдельно на палитру и работать с палитры чтобы он у вас не полимеризовался под ультрафиолетовыми лучами на самом деле даже наши лампы вот эти вот рабочие сверху они излучают все равно какие-то лучи которые прям полимеризуют материал особенно гель-лаковую систему соков систему а здесь у нас как раз джемте то есть соков система с гелями ничего не будет а вот с гель-лаками уже уже сложней и теперь беру кисть и так давайте сначала здесь выделим все-таки глянцем вот захотелось мне глянцем выделить веточки я беру топ т-класс выкладываю себе на палитру и кистью чистой топом т-класс прохожусь так чуть ближе прохожусь и прям дублирую свою веточку она у меня начинает гореть блестеть и у меня получается весь дизайн будет матовый а сама веточка будет глянцевая то же самое вот здесь вот один лист второй лист ветку саму и вот так каждый лист прошли продублировали сами ягоды я тоже продублирую потому что когда я покрою джемте у меня в центре будет джемте золото не затронет он и соответственно на ягодах у меня останется золото матовое поэтому лучше тогда его тоже пройти сначала продублировать топом т-класс а потом уже сделать джемте принципе даже так прикольно видите пару слоев можно сделать сверху просто топа т-класс чтобы такой знаете был легкий легкий объем я кстати где-то делала вот вот этот вариант у меня сделан здесь именно т-класс пару капелек сверху в высоту я нанесла и вот видите он небольшой объем вот здесь объем конечно уже чуть чуть побольше на самом деле труд труд не могу сказать что прям ювелирный до кропотлива но зато смотрится как классно смотрите ну ваш клиент никогда здесь уже не скажет что у вас не ручная роспись то есть даже вот такой вариант все равно это работа от руки да мы здесь помогли себе но когда вы что-то дополняете уже вот такими элементами прорисовка джемте выложили уже дизайн смотрится совершенно по-другому это не банально приклеили шармиконы это вы приклеили как подложку и потом уже доработали весь объем все это смотрится этот дизайн уже совсем по-другому как дизайн от руки и клиенту это очень нравится вот когда вы что-то доработаю дорабатывайте в дизайне самостоятельно именно вручную клиенты уже по-другому видят этот дизайн и неважно что вы там пару линий прорисовали вообще самых-самых таких простых то есть вы доработали что-то сверху покрыли и уже совершенно другой получили эффект синий если я наношу не прям толстенным толстенным слоем смотрите да даже принципе толстым слоем будет видно вы видите внутри все равно играет играет вот этот перелив интересный очень получается эффект вроде бы мы закрыли все и вроде бы цвет плотный джемте а вот этот перелив внутри все-таки остался вытерла кисть и довела куда мне нужно направила джемте и вот такие у нас аппетитные сочные ягодки получается так фокус то есть матовый дизайн глянцевые у нас получились веточки и ягоды вы приелись супер спасибо девочки на самом деле очень приятно и вот такие вот теплые слова они воодушевляют на дальнейшую работу на дальнейшие дизайны эфиры и общение с вами это очень приятно благодарю вот смотрите по факту по факту это веточки но их можно можно обыграть очень стильно и очень современно вот вам еще варианты ну давайте попробуем может быть сейчас успеем еще один дизайн сами сделать быстренько быстренько вроде хочется еще что-нибудь потворить повытворять я по немоном рисовала на типсах выставила фото в инстаграм и сразу на них запись пошла вот видите тоже казалось бы абстракция да но смотрятся они нереально круто у меня на самом деле когда я в абстракции делала майки немножко они в другом были в другой интерпретации но тоже абстрактные у меня тоже на самом деле на них сразу нашлись клиенты потому что один-два человека но они поймут задумку это будет им близко да это не дизайн для всех но тем не менее ценители таких дизайнов тоже есть есть предложение всегда будет спрос на это предложение поэтому все все девочки все что вам приходит в голову обязательно пробуйте обязательно делайте и какие-то из дизайнов выстрелят очень классно очень даже будут востребованы это сто процентов я вам даю гарантию таким образом мы начинаем с вами переходить из статуса просто мастера статус топ мастера так ну что давайте быстро еще что-нибудь сделаем так давайте вариант вариант градиента но сделаем его чуть-чуть по-другому чуть-чуть по-другому чтобы вы не говорили что я делаю то что вы повторить не сможете сейчас сделаю то что вы сможете точно повторить кисть еще давайте возьмем вот такой вот синий это у нас пацифика ну и девочки простите меня пожалуйста и наверное от блин я взяла уже зеленый ладно возьму какой-нибудь другой давайте тот же фиолетовый сделаем синим ну люблю я этот зеленый но ничего не могу с собой сделать очень его люблю в общем по-любому на днях быть дизайну с этим зеленым цветом кстати поставьте плюсики кто уже приобрел эту коллекцию кого она уже есть или может быть кто кто собирается только ее приобрести кстати девочки и мальчики кто собирается приобрести коллекцию сейчас есть очень классная тема у меня на страничке есть промо-код на скидку при покупке сайта скидка 12 процентов то есть если обычная скидка максимальная на сайте 10 процентов то там будет скидка 12 процентов очень между прочим интересный вариант так что кто собирается что-то заказывать и кто сомневался брать краски или не брать краски у вас реально сейчас есть шанс взять даже с очень выгодной скидкой так что прям прям советую не затягивать пока они не закончились тоже туда-сюда туда-сюда разбиваем градиент смотрите какие цвета красивую порвала уже перчатку своими длинными ногтями ну как так это наверно болезнь длинных ногтей просушиваю и дублирую один в один с гель-лаком не сравнивала не сравнивала 26 гель-лак с этим цветом мне кажется 26 чуть-чуть чуть-чуть светлее хотя может быть не знаю но в красках у нас такого оттенка еще не было так плюсики вот вижу ой слушайте но многие уже многие уже приобрели до эфир сохраним обязательно эфир сохраню и выложу сразу его в IGTV смотрите у меня в актуальных stories прям закреплены stories где прописан промо-код в актуальных зайдите краски гель-лаки можно заказать на сайте смотрите вот он сайт emi shop emi-shop.ru это наш сайт российский вы можете зайти туда и заказать по моему от трех тысяч доставка бесплатная если я не ошибаюсь вы можете зайти туда и заказать любой материал который в принципе у нас в каталоге в компании представлен вот он новый каталог любой материал вы можете заказать на этом сайте пошла рисовать с вами давайте жду stories раз рисуете со мной значит обязательно stories будем приучать себя к тому чтобы выкладывать stories будем развивать контент все кто со мной рисует обязательно с вас stories отмечайте меня с удовольствием на самом деле посмотрю на ваши результаты на ваши дизайны потому что все равно у всех дизайны получится по-разному даже если вы будете максимально повторять со мной что-то где-то вы можете поменять под себя поэтому зачастую все дизайны получаются достаточно разные все и наношу второй цвет краски и начинаю их перемешивать посередине перемешала здесь скорее всего я уже не успею продублировать веточку которую выберу но ничего страшного мы переживем с вами до можно взять чуть-чуть видите что фиолетового меньше чем синего взяли чуть-чуть фиолетового и добавили на кисть ворсинка попала убираем ее быстро сделали сушим за отправкой девочки не знаю на самом деле не знаю это лучше вам уточнять возможно ваш регион как какие-то другие условия доставки сайт магазина вот amyshop.ru в любом случае по вашему региону вы должны уточнить либо на сайте доставку либо либо написать в директ на amy official ну я думаю что доставку просчитывает сразу на сайте если вы нажимаете кнопку доставка может быть может быть и так я сейчас покрываю топом т класс топом т класс и отправляю отправляю в лампу и быстро дорабатываю дизайн amyshop.ru да это наш сайт по поводу доставки в ваш регион конкретно смотрите на сайте а какие регионы охватывает это предложение доставка от трех тысяч бесплатно я не знаю какие регионы сюда входят может ростов только может быть только область не могу сказать то есть вы в любом случае когда будете вбивать адрес доставки вам посчитается сумма доставки в любом случае это уже будет точная более точная сумма доставки так и теперь теперь давайте сделаем с вами быстро кстати можно вот такой вариант еще использовать смотрите очень классные цепи у нас есть цепи ремни очень интересно смотрится можно тоже достаточно интересно обыграть ваш вариант дизайна приклеили обрезали потеряла ножнички поэтому сделаю вот так пилкой тоже очень удобный вариант просто опилить пилкой так дальше 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 темные цвета конечно прям так и смотрю что я сюда хочу сейчас здесь будет у меня просто просто веточка поэтому в принципе в принципе я смотрю смотрю какую веточку мне бы хотелось ну давайте сделаем те же ягодки ягодки вот так я их расположу и градиент видно и в то же время ягодки видно и можем покрыть этот вариант топом текласс глянцевый топ топ текласс топ ультрашайн здесь уже не важно чем вы покроете глянцевый топ тот топ которым вы работаете чуть-чуть я его выровняю чтобы он у меня красиво лег и сушим успели 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 вы можете зайти на сайт и мешок точка ру сделать заказ если у вас нет дистрибьютора по городу сделать заказ на сайте и вам вам сделают доставку за доставку вам посчитают сколько выйдет ваша доставка там же на сайте это надписи вот девочки смотрите это вот такой вариант сейчас я вам его покажу в каталоге быстро смотрим 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 это из предыдущих вот они надписи 167 шермиконы чеки и у нас получился с вами еще вот такой вариант дизайном быстро быстрый смотрите вот оно все вот оно все вот так мы сегодня с вами пофантазировали с красками с красками шторм краски шторм где у нас коробочка интересная красивая наша вот вот она смотрите какая красивая коробка очень очень стильная все все рассыпалось так для скрина вам это лейтинг и такие они Продолжение следует...